Приветствую вас! Я бы не сказал, что мужчина играл на ваших чувствах, потому что он действительно хотел быть с вами. Правда, вы не понимаете, что когда вы сошлись, он ожидал, что ваше поведение повторится. То есть он не верил до конца в то, что вы изменились. Он не верил до конца в то, например, что ваши наезды на него, то, что вы пилите его, как вы говорите, вот так вот сразу и быстро пройдет. И мужчина, скорее всего, ожидал от вас всего-то такого дурного, всего-то такого негативного, всего-то такого неожиданного. И, по-видимому, его поведение, когда вы пишете, что особой нервности, заботы с его стороны не было. И желания участвовать во всем, что касается меня и нас обоих, вы не наблюдали. Вот это говорит о том, что мужчина потерял в некотором роде доверие к вам. И это доверие, оно, то есть не должно быть никак, не то, чтобы дать доверие. Скорее насторожен, опасение, страх, страх, что вы вновь будете его пилить. И нежелание, подсознательное, неожиданное, нежелание делать что-то, что касается вас, что касается вас обоих. Именно с той целью, чтобы избежать повторения вашей реакции. Мне видится поведение вашего гражданского мужа именно с такого ракурса и в таком контексте. Почему так? Ну, потому что, если бы мужчина играл, он бы дольше бы с вами не съезжался, он бы вообще с вами не съезжался, поэтому держивая вас. Ну и общение с другой девушкой начал бы именно тогда. Правда. И то, что вы спрашиваете про игру на ваших чувствах, это скорее защитный механизм принижения здесь работает. То есть вы человека потеряли, и теперь инстинктивно хотели бы, чтобы он был принижен в ваших глазах, чтобы вы чувствовали, что не напрасно и не самостоятельно разручили свои отношения с ним. Вы знаете, за кадром, это вот перед ответом на ваш второй вопрос, за кадром остается такой нюанс. Вот, вы говорили, вы писали, что вы слишком требовательны и надоедаете им, по словам вашего мужчины. Вы смотрите как, в первый раз, до первого ухода мужчины, вы его пилите, вы ему надоедаете, вы, соответственно, влечаете его своего личного пространства, да? За чего вы это делаете? Откуда в вас эта требовательность? Откуда в вас надоедливость к нему? Требовательность это всегда непринятие человека таким, какой он есть. Надоедливость это последнее чрезмерное растворение в другом человеке. И на это нужны причины. Для этого нужна мотивация. То есть, у вас есть потребность вести себя именно так. В чем эта потребность? Какова она? Вот, вы пишите, что, значит, возможно ли его переоценка ценностей, и что он оценит меня самостоятельно и уверенно. А сейчас вы не самостоятельно и не уверенно в себе. И почему вы, будучи не самостоятельно и будучи не уверенно в себе, вступили в отношения? С какой целью вы уступили в эти отношения? С чего вы хотели от этих отношений? Это те вопросы, которые вам нужно обязательно себе задать, если вы говорите о работе над собой. Кстати говоря, как вы эту работу над собой понимаете, и когда вы ее начнете, тоже такие важные вопросы, которые вам нужно ответить. Потому что эту работу над собой можно проводить уже сейчас, уже вот в данный момент времени. Но, как бы, когда вы говорите, что я решила начать, то это еще не значит, что начала. Поэтому на этот вопрос тоже необходимо ответить. Далее, вы спрашиваете, возможно ли его переоценка ценностей? А зачем она вам? Возможно ли, что он оценит меня самостоятельно и уверенно в себе? Опять-таки, зачем это вам? Для чего вам это? Понимаете, мужчина может переоценить свои взгляды, только если у него, у самого, к этому будет символ. Но если вы станете самостоятельно и уверенно в себе, то вы, во-первых, не будете нуждаться в самом мужчине, во-вторых, мужчина увидит перед собой другую женщину, не ту, с которой он был в браке, и не факт, что вы другая ему понравится. Это во-вторых. И в-третьих, если вы решили начать работу над собой, то есть решили меняться, значит, будут меняться ваши взгляды, будут меняться ваше поведение, будет меняться ваше предпочтение, ваше положение в отношениях, восприятие себя и других людей, а это означает, что мужчина, мужчина не будет, да и не может вписываться в вашу новую реальность. Потому что если вы станете самостоятельно и уверенно в себе, то человек вам потребуется уже другой. Если этот мужчина был для вас средством для достижения своих целей и средством для удовлетворения своих потребностей, то для вас новый такой человек уже не подойдет, ибо вы будете сами для себя все потребности удовлетворять. И мужчина вам понадобится совсем другой. Поэтому, видите как, вы пытаетесь судить о человеке с другой позиции, с позиции, которую вы еще не заняли, и на эту позицию вы переносите свое восприятие и свой взгляд из текущей позиции, что является в корне неверно. Если вы твердо решили начать работу над собой, то в первую очередь нужно себя спросить так. А работа над собой ради чего? Работа над собой ради кого? Ради себя или для мужчины? Если ради себя, то вам абсолютно все равно, к чему эта работа приведет. И вам абсолютно все равно, оценит ли мужчина вас или нет, потому что еще неизвестно, сколько работа займет временем. Поэтому, если вы решили начать работу над собой, то я вам настоятельно рекомендую вашего гражданского мужа забыть и идти новым путем к новым людям. И будучи уже тоже новым, здесь я же про вас говорю, будучи новым, вы будете взаимодействовать с новыми же людьми. И новые люди помогут вам выстраивать уже новый же тип отношений. Не забывайте за старое. Даже если вы станете уверены в себе и самостоятельно, и даже если вы сойдете со своим мужчиной, то вас всегда будет интересовать такой вопрос. А вот он меня принимает такой новый, да, и только. А старый он меня, получается, не принимал. Ну, только, какая я была до этого предыдущая. И вы не сможете такому человеку доверять. Потому что будете знать, что он не принимает вас полностью, принимает вас только в определенном виде. И это уже с вашей стороны будет рождать недоверие. Ну, я думаю, что на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если есть какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.